Владимир, день добрый. Расскажите, пожалуйста, как у вас оказалась эта доска. Я вам честно скажу, я не знаю. Мой отец, он так и не рассказал мне ничего, как и где именно он приобрел эту доску. Знаю только, что отдал за эту штуку немалую сумму денег своих сбережений. У него постоянные боли в спине, понимаете? На этой доске он лежал. Я эту шилатанскую подделку сразу отобрал, как только узнал, и отправил отца в больницу. Ну, а доска теперь у вас. Не хочу, чтобы эти стреки беззащитные на все это покупались. На первый взгляд, самая обычная разделочная доска, которая есть на кухне у каждого. Однако, как утверждают производители конкретно, этот экземпляр лечебный. Такие доски активно продают в России, в том числе и у нас в Иванове. Для выздоровления больному достаточно лишь держать пластину рядом с собой. Правда, предварительно за эту волшебную возможность придется заплатить порядка 20-30 тысяч рублей. Эта женщина распространяет чудо-доски под названием «Лакей» в Ивановской области. На территории нашего региона она представитель украинской компании «ЛНДС». Сначала доски продавались только на Украине. Потом рынок расширился до российских границ. Фермы выпускают несколько видов продукции, которая защищает человека от неблагоприятных электромагнитных излучений. По заверениям производителей «Лакей» не только хорошая профилактика, но и панацея от любой болезни. Наш покупатель отправился на встречу с дилером со скрытой камерой. По легенде, доска нужна в подарок – к юбилею любимой бабушки. Это называется «Лакей», который дает возможность восстановления здоровья человека. Она говорила, что дает восстановление только в том случае, если человек хочет. Даже если человек не хочет, оно все равно дает ему восстановительный процесс, но очень медленный. Но тем не менее, дает такую возможность. Представительство украинской компании на территории Ивановской области не зарегистрировано. Контактные телефоны тоже отсутствуют. Но те, кому нужны доски, найти их могут легко. Работает сарафанное радио. По заверениям дилера, приобретения это универсальные. Один человек лечится, а в качестве бонуса вся семья пьет целебную заряженную воду. Водой нужно просто перед обедом, до обеда, с утра, на тощак обязательно. Хотя бы бакан воды, стакан воды, но нужно выпивать. Перед едой нужно выпивать. После еды через какое-то время, чем больше она будет пить воды, у нее начнется процесс очищения организма, сладок, социна всего-всего. И у нее биологический возраст начнет работать в обратную сторону. Так вот, возраст будет идти 81-86, а при пользе нежного она будет молодежь. Понимаете, потому что все внутренние органы, они будут здоровыми. Доски уже испытывали не единожды. Внутри нее фольга. Они сплав драгоценных металлов, как обещает производитель. Исследовали лакеи и в испытательном центре качества Ивановского государственного химико-технологического университета. Сведения о том, что эта доска способна защищать человека от негативного воздействия электромагнитных сигналов, не подтвердилось. Для нашего телеканала в областном онкологическом диспансере специалисты проверили чудо-прибор на предмет радиоактивного излучения. К счастью, все в пределах городского фона. А это значит, что за 30 тысяч рублей покупатель не получает ни пользы, ни вреда. Реальные пользы, конечно, я очень-очень-очень сомневаюсь. Если бы она имела реальную пользу, наверное, она бы имела все патенты и сертификаты, которые оформляют на любой лекарственный препарат, средство или изделие медицинского назначения. Если человек слепо верит во что-то мифическое и при этом игнорирует медицину, то, наверное, конечно, это приводит к тому, что заболевание затягивается и своевременно не лечится и, в свою очередь, конечно, может привести к весьма негативным последствиям. Это не значит, что верить в чудеса нельзя. Верить можно и даже нужно. Но мошенники не имеют с этим ничего общего. Слышал ли я о таких прецедентах, о том, что помогают какие-то нетрадиционные методы, скажу честно, что да, я слышал. Но слышал в тех случаях, когда люди посещают какие-то святые места, да, как правило, это православные какие-то, такие намоленные места, я слышал об этих вещах. Но в то же время сказать, что видел я таких пациентов или нет, нет, к сожалению, лично я не видел, но слышал о таких вещах. Тем не менее, такие люди есть. Они утверждают, что излечили рак с помощью продукции L&S, что в переводе означает «свобода и успех». Чудесами исцеленные делятся друг с другом на семинарах. Добрый день, Фокин Ольга, Россия, город Иваново, 61 год. В 2007 году попадаю экстренно на операционный стол. Диагноз рак седьмовидной кишки, третья стадия, вторая группа инвалидности. Прошлый год была произведена благодаря гармонизаторам и восстановителям основных функций организма человека. То есть у меня прямую кишку сделали реконструкцию. Нужно жить комфортно, свободно, счастливо, с командой «Свободой и успех». Покупатель, как правило, человек с серьезным недугом. Он разочаровался в медицине и ищет спасение в нетрадиционных средствах. Известно, что в нашем регионе продано уже не 5 и не 10 досок, а гораздо больше. Но ни один обманутый пациент не обратился в полицию. Люди стесняются признаться в своей наивности. Наивность, открытость, доверчивость воспринимаются у нас как признак глупости. Хотя на самом деле это далеко не так, потому что люди с высоким академическим интеллектом, они, в общем-то, часто бывают наивными и доверчивыми в практических ситуациях. И наоборот, люди не очень большого ума, бывают хитрые и изворотливые. Поэтому, конечно, это опасение, наверное, не очень обосновано, но тем не менее оно существует. Зачастую местные распространители и сами верят, что ничего плохого не делают. Приобретают на крупную сумму большую партию досок и приступают к торговле. Во время так называемой сделки не составляется никакой договор, не выдается чек. Зато покупателю предлагают заполнить анкету с указанием паспортных данных и прочей личной информацией. Если вы увидели у своих родственников такую анкету, то, скорее всего, он уже купил или собирается купить продукцию ЛНТС. Понять при первой же встрече, что тебе продают воздух, не всегда просто. Мы можем заметить какие-то особенности поведения, например, рассогласование, содержание слов с мимикой, жестами. Мы можем заметить бегающие глаза, мы можем заметить частое употребление слов. Я говорю правду, поверьте, это действительно так, я человек честный, ведь я бы не стала вам зря говорить. Излишнее употребление этих слов, быстрый темп речи. Но, конечно, если человек искусен в обмане, если он сам себе верит, их очень трудно обнаружить. Однако выход есть. Человек, зная, что он внушаем, вообще не должен делать крупных покупок без совета с родственниками. Солесообразнее вообще никогда сделать себя за правило, никогда не вступать в такие ситуации. Или, прежде чем принять решение, из ситуации выйти сначала, успокоиться, освободиться от чар этих обаятельных людей, посмотреть со стороны и потом уже принимать решение. А возможно в таких ситуациях брать с собой кого-то из близких и родных, кто не обладает такой внушаемостью, доверчивостью, а кто обладает критичностью ума и смел в том, чтобы отказать. И в завершение еще один герой нашего сюжета. Это украинский миллионер, президент компании L&S. Выглядит абсолютно счастливым и здоровым, благодаря своему бизнесу. Досками он, конечно, не лечится, зато хорошо зарабатывает на наивных и отчаявшихся. Может позволить себе дорогие клиники и прочие жизненные блага.